Для настоятелей храма Великомученицы Марины в поселке Битца, Павла Крысанова и Храма Святого Преподобного Иосифа Володского в развилке Петра Зорина сегодня особенный день. 12 июля они отмечают не только значимый церковный праздник, но и собственные именины. Апостолы Петр и Павел, чью память мы сегодня празднуем, это, говоря высокопарным языком, одни из столпов церкви. Если мы откроем Священное Писание, то мы там найдем 14 писем, ну иначе говоря, послания апостола Павла и два письма или послания апостола Петра. Он подчеркивает значимость вообще апостольского служения в создании церкви. Церковь у нас в символе веры именуется как раз таки апостольской. Это значит, что без проповеди апостолов не могло бы возникнуть православной церкви. День памяти своего небесного покровителя настоятель Павел Крысанов всегда встречает с особым трепетом. Ведь именно в этот день, 14 лет назад, его рукоположили в священный сан. И не где-нибудь, а в храме апостолов Петра и Павла в Коломне. Он для меня очень важен. Он для меня важен и тем, что он является автором 14 посланий, которые содержатся в Новом Завете. И, конечно, его слово очень сильно действенно и всегда мне в жизни помогает. Настоятель храма святого преподобного Иосифа Володского в развилке Петр Зорин также вдохновляется упорству и мужеству своего небесного покровителя апостола Петра. Для меня, для самого апостола Петр, это действительно такой путеводный человек. Глядя на его жизнь, на то, насколько он неуклонно шел за Христом, для меня это пример. День памяти Петра и Павла предваряется Петровским постом. В сам праздник верующие обычно посещают божественную литургию в церкви, причащаются и исповедуются. Обязательно, когда у нас именины или это когда какой-то значимый церковный праздник, естественно, надо обязательно поздравить близких. Поскольку, да, так получилось, что вот для меня близкие, это не только мои родственники, но и прихожане храма, то вот я раздаю конфеты. Это праздник души, счастья, любви, то есть все церковные праздники мы очень любим и приходим в храм. А сегодняшний день для нас стал особенным, потому что наш младенец Павел мы назвали, поэтому сегодня у нас именины. Мы пришли как бы попросить здоровья нашим деткам и мирного неба всем нам. В старину на Руси в Петров день после посещения церкви было принято накрывать большие богатые столы, приглашать родственников и всех, кто нуждается, и раздавать угощения. В наше время традиция до сих пор жива. Православные занимаются благотворительностью, а вечером собираются в кругу семьи.